Подразделения пограничного контроля и госзакупок КНБ больше всего подвержены коррупции. Об этом сообщил заместитель директора погранслужбы КНБ Даулет Жмабеков. Сегодня в Сенате обсуждали методы борьбы со взятками. Например, для того, чтобы отследить коррупционные факты на границе, сравнивается мощность пропускного пункта и эффективность работы. Эксперты отмечают, что за три года уровень коррупциогенности в погранслужбе снизился в три раза. Кроме того, идет борьба и с бытовой коррупцией. Например, 83% всех госуслуг оказывают без контакта служащих и населения. Из них 63% переведены в онлайн-режим. Еще 20% через цоны. В год в целом оказывается порядка 150 миллионов государственных услуг. 83%, которые мы говорим без контакта, это порядка 125 миллионов государственных услуг. В принципе, на наш взгляд, неплохими темпами двигаемся. Вы знаете, что глава государства в недавнем послании поставил задачу к 2020 году довести долю электронных госуслуг до 90%. Если 63%, то должны мы до 90% довести. Оставшиеся 10% должны оказываться только по принципу одного окна, то есть через цоны, полностью исключить хождение граждан по кабинетам, исключить контакт населения с чиновниками. Мы на этом заостряем внимание, на цифровизации, потому что это один из очень важных инструментов борьбы с коррупцией. Это то, что делает всю систему государственного управления более прозрачной. У вас еще есть проблемы же с интеграцией информационных систем. Даже я не слышала, чтобы по программе «Цифровый Казахстан» была заложена какая-то единая большая платформа, на которой были бы заведены все эти информационные системы. Понимаете? Но все на сегодня такие обрывки, островки между собой не связаны. И когда это все будет преодолено... Продолжение следует...